приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и давайте вспомним преподобного ефрема сирина конечно тут же мы вспоминаем его удивительную молитву покаянную господи и владыка живота моего которую мы произносим великим постом это как бы даже символ великопостных молений вот кстати преподобный серафим вырицкий говорил что в молитве ефрема сирина вот в этой покаянной молитве все православие все евангелие изложено потому что именно здесь вот наша покаянная встреча со спасителем с господом а спасители пришел для того чтобы спасать вот таких грешников как мы поэтому конечно и с великим постом и не только для нас преподобный ефрем сирин очень значим и его в древности уже называли сирийским пророком потому что ну пророк конечно тот кто возвещает божественной истины да но еще и поэтическим языком вот все ветхозаветные книги пророческие они написаны очень поэтическим языком а ефрем сирин он как раз и был вот таким удивительным знатоком слова поэтического изложения своих проповеди его еще называли соловей пустыни потому что он любил пустыню в пустынных местах жить но при этом вот как соловей соловей же они тоже поют действительно в пустынных местах очень тяжело где-то чтобы там в городе ну если на окраине только среди деревьев доносится прекрасное пение соловья и вот так вот это прекрасное пение прекрасные слова преподобного ефрема сирина они тоже из его пустынных мест в которых он бывал они озарили всю землю да вот вспоминаю еще слова святого иронима стридонского блаженный иронима стридонского он говорил что сочинение ефрема сирина в церквах читались сразу после священного писания ну не везде конечно но вот в восточных сирийских церквах это было и ведь у него же это толкование священного писания в основном и к поэтому после священного писания было вполне разумно читать именно его сочинение а вообще он жил в четвертом веке и очень интересно вот его прадеды были нищими и просили подаяния их получается так что вот когда мы допустим идем по улице видим ну вот там бездомные да или вот кто-то просит милостыни у нас сразу как бы отгораживаемся что это вот люди как бы отвержены а вот если задуматься вот смотрите вот прадеды преподобного ефрема сирина просили подаяния то есть были нищими и это значит что даже у нищих людей вот может быть прав на к его будет тоже святым поэтому никого нельзя пренебрегать никем нельзя никого нельзя как бы в сторону это двигать потому что у господа всегда есть какой-то промысл и так вот его прадеды еще просили подаяния а деды и отцы уже были крестьянами которые вот возделывая землю ну небольшой какой-то вот достаток имели и жили они рядом с городом низибия сейчас конечно это вот территории турции если не ошибаюсь а вообще этот междуречье те вот страны до сиро-халдейские и он рождается ну в самом начале четвертого века и родителям его отцу его было дано такое видение это вот сохранилась как вот такой во сне было видение открыто что как как из уст ребенка произрастает виноградная лоза с обилием ягод и вот птицы небесные как бы питаются этими ягодами а их становится все больше и больше и так было открыто что со временем он станет проповедником действительно пророком провозвестником божественных истин и таков будет великий вот преподобный ефрем сирин но на самом деле с детства не все вот так было гладко вот родители его благочестивы да еще он описывает вспоминает что среди его родных и отцов его родители его были исповедники веры и даже вот в детстве ефрем слышал как перед судьей его родственники исповедовали христа открыто и говорит я родственник мучеником но сам ефрем в детстве в юности возрастал ну скажем так с духовными колебаниями такими родители пытались привить ему страх божий веру благочестие а он рос вспыльчивым раздражительным и как он сам описывает искушение разное в том числе плотские поступали к нему и бывало так что он даже лелеял какие-то вот скверные ну плотские помыслы даже не будучи чем-то искушаем то есть жил вот в этих греховных фантазиях отличался вот вспыльчивостью ссорил бил и ссорил других вот такое есть у него еще признание бил других и ссорил вот в общем обычный такой мирской юноша и и при этом он стал сомневаться в промысле божьем в промысле божьем то что господь заботится обо всем мире и он думал же что все происходит стихийно случайно если что-то произошло но такое стечение обстоятельств не более того и вот тут вдруг дается ему некое вразумление однажды он отправился по какому-то поручению родители и не успел до ночи вернуться и вынужден был остановиться ночевать в лесу а там как раз вот стадо овец пастух и он примкнул к этому пастуху и ночью там уже вот переночевал и что же получилось а вот той же самой ночью волки напали на стадо погрызли некоторых овец и утром как ну пастух сообщает хозяевам стада этих овец что случилось что волки погрызли а те недовольны как это так вот пропали овцы и узнав что был еще вот некий юноша и вот этот ефрем они распорядились его схватить и его обвинили в том что он как сказать вот подвел воров к стаду и те вот украли овец и судья хватает ефрема допрашивает его он говорит как есть но надо дальше значит допрашивать хотя пастух высказался как бы в его пользу что это волки но отдельно содержали пастуха и вот ефрема сажают в темницу при этом еще приводят два человека значит обвиняют одного вы тоже схватили по другим двум делам одного обвиняли в прелюбодеянии оказывается в те времена это подвергалось тоже уголовному расследованию достаточно жестоко наказывали а он не был виноват вот этот человек и там его обвинили в связи с какой-то женщины который убежал от своего мужа и куда-то скрылась и все а вот его обвинили и и второй человек его обвиняли в убийстве но тоже несправедливо и они не понимали как это так и вот ефрем думает что это все это значит и ночью вдруг является ему некий светоносный муж и говорит перебери в мыслях что ты делал о чем ты думал и узнаешь промысл божий ибо никто из вас не страдает несправедливо и убедись в том что есть око над всем надзирающее и вот ефрем когда проснулся он настолько был вразумлен своим видением что рассказал вот этим двум другим который с ним был и сам вспомнил оказывается однажды вот проходя через то же самое селение он со злым умыслом выгнал из загону корову одного странствующего человека и вот эта корова оказавшись вне загона была растерзана хищными животными то есть вот когда-то он то есть совершил можно сказать это преступление пострадали невинного вот это животное корова была еще к тому же не разной и теперь его обвиняют именно в том же самом оказывается возвращается та же самая вина вот за за что он когда-то вообще и не страдал а другой вспоминает каково в убийстве обвинили он вспоминает что однажды видел тонувшего человека мог ему помочь и не помог и тот человек погиб и вот теперь его обвиняют в убийстве то есть получается что тоже господь не случайно это попустил а третий которого сейчас обвиняют прелюбодеяние вспоминает что когда-то за деньги он участвовал в обвинении женщины оговорили одну женщину в прелюбодеянии и ее братья они просто ли хотели лишить ее наследство отцовского части наследства и вот как повод обвинили ее якобы в прелюбодеянии несправедливое обвинение теперь такое же несправедливое обвинение падает на его голову и все раскаялись и стали молиться господа и вот проходит какое-то время там вот он описывает как следствие как кого чего как допрашивали кого еще приводили судья там поменялся и около семидесяти дней провели они в заключении и в последнюю ночь является ему тот же самый светоносный муж и говорит возвратись домой и покайся в неправде убедившись что есть око на всем надзирающие вот ефрем решает с этого времени посвятить себя всецело покаянию он понимает что ничего случайно не происходит господь пытается или вразумить нас да или вот может быть действительно не то чтобы наказать а как бы очистить нашу душу за наше прегрешение которые мы допустили и вот это все трое они были отпущены на свободу а виновны в конце концов там наказали кого нашли и и не ефрем возвращается сначала домой потом он решает а уже посвятить себя монашеству есть правда вот тоже такие сведения что он принадлежал к так называемым сынам завета сыны завета это в сирийских местах это те вот христиане которые приняв крещение давали обет девства и проводили свою жизнь в чистоте вот может быть он к этой среде принадлежал во всяком случае ефрем удаляется в пустынные места но не сам по себе не просто вот ушел куда-то сам по себе а там на горе жили подвижники аскеты монахи как кельи у них использовались пещеры они питались растительной пищу и теми плодами которые вот сами собой произрастали на земле пребывали в непрестанной молитве а вот в те места и сирийские вот эти вот места монашество кто принес ученик преподобного антония великого а он или вот в другой интерпретации там имя евгений приводит и вот он как раз там утвердил монашество и среди его учеников был святой иаков незибийский аскет пустыняк монах а затем он избран епископом города незибии и вот ефрем становится учеником вот этого святителя иакова незибийского и всячески ему помогает и жизнь ефрема она всецело меняется вот мы говорили что он был таким вот спыльчивым склочным раздражительным а когда он стал монахом то раздражение просто вот как рукой сняло ну конечно он работал над собой и потом прошло вот много времени там такой рассказывается случай когда у ефрема самого уже был ученик вот однажды ученик принес ему пищу в сосуде и споткнулся упал и сосуд разбился он приходит боится что его ефрем накажет а тот с ним мирно разговаривает и говорит ну если пища к нам не пришла то мы сами к ней придем идет к этому разбитому сосуду поднимает оттуда еду и начинает есть из этого разбитого сосуда то есть ефрем он совершенно не сердился не раздражался и вот был он учеником святителя иакова незибийского там конечно описываются и разные такие чудесные случаи и разные истории вот однажды ефрема оговорили преподобного ефрема сирина а почему потому что в городе был еще другой ефрем эконом церковный который за но за материальной стороной церковной следил и вот к сожалению этот ефрем эконом церковный он увлекся блудной связью с дочерью одного высокопоставленного человека и когда уже скрывать было невозможно то есть она забеременела то он ее подговорил чтобы сказала якобы вот ефрем сирин виноват в этом ну и когда родился ребенок то отец этой девицы высокопоставлены он с младенцем приходит и дает преподобным ефрему сирина говорит вот твой сын ты виноват и воспитывай его сам а преподобный ефрем сирин поскольку он был до этого вот научен что господь ничего просто так не попускает он посмиренно принял и прошло сколько то временем и потом уж не очень много он попросил чтобы святитель яков позволил выйти на амвон и вот он выходит на амвон и обращается к младенцу который еще не умел говорить и с такими словами заклинаю тебя именем господа иисуса христа скажи кто твой отец и тот трижды произносят ефрем эконом церковный и после этого младенец вот почил душу отдал господу вот так тоже господь распорядился а преподобный ефрем сирин был оправдан и проводил даже вот жизнь в свою прежнюю монашескую город неоднократно был осаждаем персами и вот во время одной из осад святитель яков молился молился господу и с его благословения ефрем поднялся на стены тоже молился и их молитвой случилось такое чудо что множество насекомых поразило войско сириян кусали и лошадей и людей и те не выдержали и отступили от города вот такое чудо произошло по молитвам двух святых а потом святитель иаков приставился и вот преподобный ефрем отправляется в город эдессу из незибии и по-разному это вот трактуется среди ученых исследований ну известно что то что город незибия она в какой-то вот момент отошла все-таки к персам по договоренности с римской империей и жители незибии должны были покинуть этот город незибии и его окрестностей и вот поэтому ефрем видимо из-за этого он удаляется идет в город эдессу и что сохранилось что вот когда он подходил городу то он молился господу чтобы господь послал ему навстречу человека который побеседовал бы с ним от священного писания поделился бы некой вот мудростью и вдруг видит идет какая-то вот женщина видимо зазорного поведения преподобный ефрем расстроился что вот так получилось а нет какого-то мудрого человека а женщина при этом смотрит на него пристально и он ее спрашивает зачем ты смотришь на меня и вдруг она отвечает словами священного писания что жена взята от мужа поэтому я смотрю на тебя а муж взят от земли поэтому ты должен смотреть в землю и вот он необыкновенно обрадовался что такая вот духовная мудрость вышла из уст этой женщины и понял что нельзя пренебрегать тех кто кажется внешне грешниками вступил в этот город и он устроился поначалу даже там работать у какого-то содержателя бани вот а дома он молился проводил свои ученые труды и в общем конечно рассказывается много историй как вот по соседству жила одна блудная женщина которая хотела его соблазнить и а он говорит ну и если хочешь вот чтобы мы такой грех совершили то вот пойдем куда я тебе скажу и она говорит а куда же а вот там на площади вот прямо посреди людей которые ходят туда и сюда и тут она устыдилась говорит нам же разве не стыдно будет людей а он ей отвечает если нам стыдно людей да которые ходят рядом то тем более должно быть стыдно перед Богом который все видит и вот его речь о том что нужно стыдиться прежде всего Господа который везде присутствует все видит перед которым открыты не только наши дела но и наши мысли наши пожелания эта речь изменила вот что-то в душе блудной женщины и она полностью исправила свою жизнь и вот как говорится в житии преподобный Ефрем направил ее в один из женских монастырей а сам Ефрем стал проповедовать жителям города Эдес но Эдеса как мы знаем конечно город уже во многом по преимуществу был христианский там ведь и нерукотворный образ Спаса хранился там бывали христианские правители этого города но бывали и такие вот язычники которые ходили не все еще приняли Господа а сами христиане не все были утверждены вере и вот Ефрем он произносил проповеди поучал людей и однажды проходит некий старец мимо него и слышит как какой-то ученый муж говорит настолько глубоко настолько вот интересно живо поучительно что этот старец остановился и расспрашивает Ефрема вот кто ты откуда и что же ты вот так вот хочешь жить просто вот в миру нет говорит я вот как раз ищу жизни монашеской тогда говорит пойдем вместе со мной за город вот к нашу в нашу пустыню и тоже вот этот старец приводит его к монахам живущим на горе в пещерах и там Ефрем поселяется рядом с городом Эдессы ну вот судя по всему это вот не было такое полное отшельничество как допустим египетская пустыня а сирийские монахи они имели возможность иногда приходили в город в том числе для того чтобы проповедовать или организовывать какие-то дела благотворительности то есть монашество сирийское оно не было таким вот замкнутым в себе оно в каком-то смысле открывалось и миру и из города тоже приходили многие послушать монахов или попросить их молитв и вот Ефрем среди таковых живет а рядом он подружился с одним монахом по имени Иулиан и вот как-то он приходит к нему у того текста священного писания вот Ефрем обратил внимание что там где имя Божие или имя Иисус Христос Спаситель Господь вот там это имя как будто изглажено то есть чернила такие потускнели и он спрашивает что ж такое оказалось что Иулиан когда читает книгу и встречает имя Господа он тут же покаянно плачет и слезы падают на тексты размывают немного строки получалось так что они как раз размывали имя Божие ну и Ефрем ему говорит конечно прекрасно что ты настолько вот покаянно откликаешься на слово Божие но надо и книги пожалеть то есть надо стараться сохранять тексты которые у нас имеются мы же понимаем что тогда это были рукописи и от руки все переписывали вот это интересный случай который дошел от того времени и вот именно там как раз Ефреем становится таким знаменитым проповедником писателем который пишет который поучает и он толкует Священное Писание и он прекрасно знал вот не только сирийский он изучил еврейский язык на котором Священное Писание Ветхого Завета было написано он знал традиции предания различные и все это пытается вкладывать ну допустим там где вот описывается завет один из первых заветов Авраама с Богом когда вот надо было рассечь животных да и как бы пройти посреди а потом вот видение вот огня и дыма и преподобный Ефрем поясняет что это ведь говорит у халдеев был такой обычай когда вот клятва какая-то совершалась то рассекали животных и проходя ну как бы давали клятву верности своему завету с той угрозой что вот пусть со мной будет то же самое что с этими рассеченными животными если я предам свою клятву да или там где описывается например как запретно ну то что у нас сейчас вот как наколки да какие-то вот изображения или нарезки на теле и он поясняет что вот у египтян там и у других у них было это что они изображали своих богов на своем теле и поэтому для вот людей которые истинному богу служат это неприемлемо мы не должны ничего изображать на своих собственных телах а у нас должно быть духовное служение господу и вот преподобный ефрем он толкует священное писание он пишет различные гимны песнопения и в сирийской церкви его богослужебные тексты входят в разные праздники тоже вот рождества крещение страдание господа на страстной вот седмице воскресение христово вознесение господне то есть самые большие праздники но при этом преподобный ефрем он никогда не превозносился он всегда искал у кого бы можно было получить какое-то наставление наседание что-то полезное для себя принять и вот известно что он предпринял путешествие в египет в нетрийскую пустыню где жили величайшие подвижники монахи для того чтобы получить от них какую-то пользу он отправился с одним из своих учеников переводчиком потому что он не знал языка египетских монахов и вот известно что когда они встретились встретились они с преподобным паисием то им захотелось очень поговорить непосредственно без переводчика и действительно духом святым был дан дар языков то есть они понимали друг друга вот общаясь непосредственно иногда бывает это господь может кому-то подать ну подавалось это конечно святым людям что когда нужно ты вдруг начинаешь понимать другого да и он понимает тебя это не то что знание какого-то преподавателя который филологические какие-то вот раскладки делает там особенности другого языка преподает на уроке нет то есть такого знания не дается а дается именно дар непосредственного понимания вот что тебе говорит другой человек и вот так они пообщавшись с огромной духовной пользой расстались друг с другом а потом он решил отправиться к святому Василию Великому причем в начале преподобному Ефрему даже было дано видение как огненный столб от земли до неба простирается и сказано таков Василий Великий и вот приезжает преподобный Ефрем и вдруг видит что святой Василий служит в дорогих облачениях и поначалу даже Ефрем соблазнился вот как так в дорогих облачениях и может ли он быть таким великим духовно а потом он увидел как белый голубь сидит на плече у святого Василия когда тот проповедует и это был образ Духа Святого благодати почивающей на святителя Василия и они друг с другом действительно общались и Василий Великий вот в частности говорил с ним по поводу вот некоторых истин библейских то что в самом начале книги бытия вот например о Святом Духе там сказано что и Дух Божий нашавшийся вверху воды да вот по-славянски и Дух Божий носился над водою в русском переводе о чем речь и преподобный Ефрем Сирин он ссылаясь вот на языковые данные он поясняет что здесь речь идет как бы о оживотворении первичной материи благодатью Духа Святого это вот подобно тому как вот птица вот там сказано Дух нашавшийся вверху воды да вот как птица насиживает яйца согревая их и как бы сообщая живительную силу чтобы вылупились именно живые птенцы вот так Святой Дух он оживотворял первозданное вещество да чтобы произвести затем нечто живое нечто то что по промыслу и по плану Божию предназначалось в творении и вот преподобный Ефрем и святитель Василий Великий вот они пообщались друг с другом и после этого он возвращается вот пишет свои сочинения вот кстати в своих произведениях преподобный Ефрем когда вот обращается к шестодневу то он всецело придерживается такого буквального понимания он говорит что не молниеносное творение было и не какие-то вот длительные эпохи вот как у нас сейчас говорят там миллиарды лет ну и прочее вот ученость чисто человеческая земная рассудочная а он говорит что вот как написано что шесть дней вот так Господь и сотворил мир да и что нужно понимать это буквально вот такой позиции придерживался преподобный Ефрем Сирин и он много толковал именно священное писание и пребывал в своей пустыне до последних дней и там вот что произошло голод постиг город Эдессу и тогда преподобный Ефрем выходит из своей пещеры направляется в город ну а чем собственно бедный монах может помочь во время голода вот казалось бы какая там от него польза а он стал проповедовать и он говорил что вот богатые люди вы являетесь должниками перед Богом потому что Господь наделил вас богатством значит вы должники перед Богом и сейчас прекрасное время для спасения ваших душ чтобы вот должное отдать и помогая бедным и слово преподобного Ефрема оно в каком-то смысле произвело чудо потому что действительно понесли огромные вот пожертвования до этого не хотели делиться не хотели хлеб дешевле продавать и вот несут пожертвования а кому этим заниматься ну и пришлось самому преподобному Ефрему и принимать вот эти пожертвования эти средства это же все надо организовывать правильно процесс вот раздачи бедным и он много давал неимущим организовал также два таких вот дома один для больных другой там для тех кто без крова остался в общем социальное такое служение совершал и когда удалось все это вот совершить и потом настало уже лето плодородное то он возвращается в свою пустыню где проводит последние свои дни и вот разболелся перед смертью к нему приходили ученики учеников было уже много и в общем-то преподобный Ефрем он в каком-то смысле основатель эдесской христианской школы толкования священного писания духовной жизни и вот он написал завещание в котором просил похоронить его на кладбище для странников вот когда какие-то неизвестные люди приходят допустим в город и кто-то из-за болезни там умирает и даже не знают кто и куда там и вот было кладбище для странников и преподобный Ефрем завещал чтобы именно его похоронили для на кладбище для странников чтобы ни в коем случае там и не в храме его полагали и всячески вот это запрещает но в конечном итоге вот конечно поначалу похоронили на кладбище но потом обретение конечно мощей и как это часто бывало полагали уже мощи святого в храме да чего сам святой конечно не хотел по смирению и вот преподобный Ефрем Сирин он для нас учитель духовной жизни и толкователь священного писания и конечно же богослов причем сочинения его они просты и понятны вот если читать например многие творения Василия Великого даже некоторые Григория Богослова они могут показаться сложноваты а вот Ефрема Сирина сочинения просты доступны поэтому каждый из нас может брать в руки читать и получать пользу и вот преподобный Ефрем Сирин говорил тело оживляется духом а дух верою и если нет веры веры в Бога то наша душа она уподобляется безжизненному трупу и вот вера она рождает добрую мысль а добрая мысль это вот как река воды живой которая приносит оживление всему то есть духовная жизнь должна наполниться добрыми помыслами и преподобный Ефрем он само христианство его смысл сводил к чему христианство есть жизнь по Богу и в Боге да то есть согласно заповедям Божиим а когда этого нет то все рушится происходит катастрофа человеческой души и поэтому а это мы все вот так живем в этих грехах и поэтому наша жизнь должна наполняться покаянием как духом исправления и вот интересно его высказывание оно немножко так особняком стоит вот он говорит что церковь это не просто собрание святых а церковь есть собрание кающихся грешников то есть мы грешники но мы призваны к покаянию поэтому собственно суть церкви в чем через покаяние спасать грешников от погибели и вот когда преподобный Ефрем рассуждает о рае он говорит что там как бы вот по восходящей три таких уровня один уровень для вот одних другой для вторых третий для третьих а в чем вот первый уровень рая он для кого он для покаяншихся то есть для тех кто может быть жили не очень благочестиво но искренне расскаялись и вот первый уровень рай он именно для покаяншихся грешников а второй уровень для кого это для праведников для тех кто старались жить согласно заповедям Христовым да вот по правде Христовой это те алчущие и жаждущие правды которые насытятся а третий уровень а третий уже для победителей. Получается, что на первом, на втором уровне все-таки не до конца побеждали себя, и вот высшие обители рая, они для тех, кто победили свои страсти. Ну а как, то есть не все получится победить? Ну вот посмотрите, каждый пусть на самого себя и подумает, все ли мы победили, все ли мы можем победить. Тут мне вспоминается, конечно, как преподобный Сюла Анафонский, он говорил, что бывает вот дерево, оно зеленое, да, но даже на зеленом таком цветущем дереве могут встретиться какие-то сухие веточки, которые не принесут плода. И вот это вот наши непреодоленные страсти, да, может быть, что-то вот в чем-то плодоносит христианин, но где-то вот сухие ветви, но они должны отпасть, и все. Поэтому Господь все равно спасет такого человека. Но вот высшие сферы рая, они, конечно, для победителей. И поскольку вот наше делание, оно как раз к покаянию сходит, да, вот для того и посты, и Великий пост, и для этого как раз покаянная молитва Ефрема Сирина, «Господи и владыка живота моего» произносит, он произносим все мы. То есть мы сразу исповедуем, что именно Бог есть наш Господь, есть владыка над нашей жизнью, то есть в Боге весь смысл всего бытия человеческого. И дальше мы обращаемся. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашьми». И это что означает? То есть вот не дашь нам дух какой-то страсти, то есть вот, Господи, избави нас от тлетворного духа греховных страстей, да, то есть дух какой-то страсти, как такой вот настрой нашей жизни, при котором мы всецело скатываемся только ко греху. И на первом месте праздности, дух праздности, да, говорится в этой молитве, потому что праздность есть матерь всех пороков. Если ты сидишь и думаешь, что ты ничего не делаешь, там, ни доброго, ни злого, и вроде все нормально, да, если там ничего не сделал, то вроде как бы не согрешил, это глубокое заблуждение. Почему так? Потому что когда земля не возделывается, то в ней произрастают сорняки. И когда мы не работаем над собой, когда мы в праздности пребываем, то в нас появляются внутри всякие злые мысли, скверные пожелания. И такой человек очень быстро расслевается. А потом дух уныния, да, то есть вот этой вот пустоты. Человек не стяжал Божией благодатью, пребывал в праздности, и его охватывает уныние. Уныние, то есть некая внутренняя безжизненность, потому что нет общности с Господом, как с подлинной жизнью. А любоначалие? Любоначалие такая вот скрытая страсть, но это показатель. Это показатель чего? Вот нам хочется где-то поставить себя выше других. Мы начинаем, ну как бы внутри себя создавать такое мнение, что вот я-то знаю лучше, да, я-то вот вижу дальше, я лучше разбираюсь, и хочется командовать, указывать другим, что и как лучше делать. И вот это вот любоначалие, это в каком-то смысле, понимаете, грех Деницы падшего. Потому что кто первый впал в любоначалие? Высший ангел Деница, и он стал сатаной, то есть это сатанинский нрав. И затем вот празднословие, празднословие то, что вот, тоже как некий критерий, что человек не владеет собой. Как узнать владеющего и невладеющего человека? Если ты своим языком не обладаешь, то значит ты собой не обладаешь. Через речь выплескиваются наши страсти, наша невоздержанность наружу, наши злые нравы. Это значит, что ты полностью распущенное существо. И вот поэтому в покаянной молитве мы просим, чтобы Господь спас нас от этого, от праздности, уныния, любоначалия, празднословия. То, что в основном поражает нашу жизнь. А потом мы как раз молимся, чтобы Господь уже даровал нам дух добродетели. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Даруй ми рабу твоему. То есть, прежде всего целомудрия. А почему так? Потому что этот порог не целомудрия. Он так вот скрытно вкрапляется, он как змея, по которой через, вот знаете, между камнями так ползет своим склизким телом и пытается через любую щель пролезть. И вот так блудное искушение, оно пытается через помыслы, через различные картинки вторгнуться в душу человеческую. И христианин не может состояться, как христианин, если он будет принимать эту змею. Поэтому прежде всего целомудрия. Смиренномудрия. Смиренномудрия, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Хочешь благодать, постарайся снискать смирение. То есть, вот работай над собой. Кайся, если только видишь в себе поползновение каких-то высокоумных вот этих вот страстей твоих. Терпение. Терпение – это как духовный такой раствор, цемент. То есть, вот если ставить здание, но без цемента, а просто там вот песок, вода, что-то еще, а цемента нет. Все повалится, потому что нет раствора скрепляющего все. И вот терпение – это и есть такой вот духовный раствор, который все вскрепляет в духовной жизни. Если нет терпения, не сможешь молиться. Если нет терпения, не понесешь никакой болезни. Если нет терпения, то не сохранишь свою семью, потому что семья – это школа терпения. И без терпения ты ничего вообще, ни в учебе, ни в работе, ни в каком, ни в профессиональном родстве, тем более в духовном своем пути ты ничего не достигнешь. Поэтому мы просим духа терпения. И, конечно же, любви, как царицы добродетелей, как главного духа, что в Евангелии нам явлено, что без любви все теряет свою цену. «Дужи целомудрия, смиренно мудрия, терпение любви, даруй мне рабу твоему». И в конце мы молимся, молитва Ефрема Сирина, ну как бы вот о неких вот конкретных таких вещах. «Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, як и благословенности во веки веков». Мы обращаемся к Господу как к царю, потому что в нашей душе и должен царствовать именно Господь, именно что-то вот Божие, его заповеди, а не дьявол царствовать, не что-то греховное, скверное, нечистое. И мы вот просим чего-то конкретного. А что именно? «Даруй мне зреть и мое прегрешение», то есть не грехи ближнего, не то плохое в других, что мы всегда замечаем, и в итоге кажется, что вокруг все не так, и все плохо, а вот я один хороший, но почему же тогда мучаюсь? Потому что на самом деле ты сам-то и наполнен вот этим лукавством, этим двуличием, и из-за того, что ты скверный сам, тебе и кажется, что вокруг все скверно. И вот даруй мне, Господи, мои согрешение видеть, чтобы понимать, что именно в себе преодолевать, когда мы не знаем, в чем каяться, когда мы не видим своих немощей, это просто вот что-то жуткое, мы не видим той грязи, в которой мы все время лежим, и вот просим, чтобы Господь открыл в нас очи, открыл нам видение самих себя, и не осуждать нам брата своего, потому что сказано, не судите и не будете судимыми, прощайте и будете прощены, отпускайте другим, и вам тоже отпустится. Вот эта прекрасная молитва, она является уникальным, уникальным таким покаянным молением, и это символ всего великого поста, и вот дай Господь нам по ходатайству преподобного Ефрема Сирина восходить по пути духовной жизни и сподобляться духовных даров, о которых и говорил преподобный Ефрем. Преподобный Отче наш Ефреме, моли Бога о нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok